Bismillah ar-hamdulillah, salatu al-salamu ala rasulillah wa ala alayhi wa s'habi wa manu ala maba. Продолжаем разбор вопросов, которые касаются понятия подарков. Первый сегодняшний вопрос. In talifa ba'l-al-ayin au na'pasat qimaduha. Fa'lil abir huyoh. Значит, на прошлом уроке мы разбирали целую группу вопросов, каких может ли отец возвращаться обратно за своим подарком, который он подарил своему собственному ребенку. Так вот, следующий вопрос относительно этой же темы. Есть ли подарок, который отец подарил своему ребенку? talifa ba'l-al-ayin, частично погиб. Или он целостен, не погиб, но его цена уменьшилась на рынке. То есть он стал уже не таким ценным. Может ли отец вернуться обратно за этим подарком? Говорит, zekhar a'l-al-ayin anna la'ur-ruyoh. Lannu alam ya ta'al-laq fi'a haqql nil alaq. Обладатели знаний указали здесь на то, что отец может вернуться в этом случае за своим подарком обратно своему ребенку и забрать его. Почему? Потому что с этим подарком не связаны никакие права самого ребенка. ba'l-naqas amin haa. Наоборот, права, что уменьшились. Имеется ввиду сам. Подарок уменьшился как в цене, либо в чем? Либо в целостности. То есть частично погиб. wa'l-is ala'l-ayin ba'l-man fi'ma ta'lif amin haa. Говорит, lannu alaqat la'l-aq ala milkihi. И говорит, сын не несет никакой ответственности за его гибель. То есть, если, допустим, человек подарил, например, сыну помещение, потом это помещение было испорчено. Так, может ли он забрать это помещение обратно? Мы говорим, да, может забрать это помещение. Фаида, сын обязан возмещать ущерб отцу за те недостатки, которые были нанесены в помещение или нет? Говорим, нет, не обязан. Почему? Потому что он нанес ущерб этому помещению тогда, когда помещение было в его владении. То есть во владении сына. Фаида говорит примечание. Если человек, отец, возвращается обратно за своим подарком к своему сыну, то здесь нет нужды в постановлении судей. То есть не нужно постановление судей отдельное. Это мнение Мама Ахмада, а также Шафия, а также других, противоречия Абу Ханифе. То есть Абу Ханифа говорил, отец не может забрать свой подарок, пока не получит на это постановление судей. Это мнение неправильное, так, на это нет прямого довода, то есть постановление судей, нет нужды в нем, в этом вопросе. Знаешь, брат, прошлый вопрос, который мы разбирали, прошлый, то есть последний вопрос на прошлом уроке. Чего касался, какие условия предъявляются отцу, чтобы он мог забрать тот подарок, который он подарил своему ребенку, обратно. И говорили среди этих условий, чтобы этот подарок не был увеличен увеличением, которое невозможно отделить от подарка. И переводили, можно или нельзя, и тому подобное, это вопрос разбирали ранее. А сегодняшний, значит, первый вопрос, какой получился, наоборот. Если подарок уменьшился, не увеличился, а наоборот, уменьшился, в чем, в объеме, или в качестве, или в цене, или частично погиб, и тому подобное. Может отец забрать подарок или нет? Значит, правильное мнение, то, что может. Почему? Потому что здесь отец не нарушает чьих-либо прав. Далее. Следующий вопрос. Если человек хочет вернуться со своими подарками и забрать его обратно, обязан ли он высказывать это, то есть высказывать то, что я этот подарок забираю, или это можно сделать лишь действие, из которого понимается, что подарок был забран. Говорит. 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 Ханбалиты и шафииты, а также другие считают, что если человек высказал такие слова, которые указывают на возврат, то есть человек возвращается за своим подарком, то возвращение является действительным. Если же человек ничего не высказал, просто пришел и обратно забрал подарок у своего ребенка, то, говорит, является ли действительно это забирание, если он ничего не высказал. Говорят. Да, является забиранием, если у него при этом было намерение. Говорит. Если же неизвестно, был у него при этом намерение или нет, тогда как поступать? То есть если отец живой, нужно спросить. Ты забрал все, на постоянный забрал подарок, или почему ты его забрал? Так, если он скажет, да, я на постоянный забрал, все, то есть как бы его намерение стало явным. А если ведь невозможно узнать его намерение, то есть, допустим, отец уже скончался. Говорят, если у нас нет никакого гостственного довода, что это забирание было именно забиранием, то есть окончательным, то мы не можем вынести постановление о том, что этот подарок забран отцом. Говорят. Поэтому мы не можем удалить то, в чем мы убеждены, из-за того, в чем мы сомневаемся. То есть мы убеждены, что отец подарок подарил. Потом он его пришел, забрал, для каких-то целей. Аллах Вадим, окончательно он забрал как подарок забрал, или просто взял этот подарок для какого-то временного пользования, или для чего он его забрал. Здесь уже у нас есть сомнения. Значит, то, что он подарок дал, мы убеждены, а в том, что он его забрал, мы не убеждены, так как он не высказал этого слова. Здесь говорит, мы не можем удалить то, в чем мы убеждены из-за того, в чем мы не убеждены. Понятно или нет? Но этот подарок остается в постановлении подарка у сына. Сейчас зачитаем, Миша Лава тоже подведет окончательный итог. Говорит, если же отец забрал подарок и ничего не сказал при этом, но есть косвенные доказательства, что он забрал этот подарок окончательно, именно как подарок забрал все обратно. Говорит, то в этом вопросе уже два мнения. Говорит, есть косвенные доводы на то, что это забирание является действительно забиранием. Здесь говорят два мнения. Первое мнение. Они сказали, что это является забиранием. И это мнение некоторых ханболитов. Как вынесение постановлений из-за косвенных доводов. И второе мнение в этом вопросе, что это не называется забиранием. Как отдавание предпочтения основе, что основа, что отец ничего не забрал, а косвенные доводы, мы не можем на них полностью опираться. Это мнение Мамы Шафии, а также некоторых ханболитов. Говорит, вот автором, ан-ну-юх, как бековнии, рудью ан-алавалю. Но более правильное мнение, что это считается за полное забирание валавалю, потому что на это указывают косвенные доводы. Значит, подведем итог относительно вопроса. Какой получился? Смотри. Отец пришел к ребенку, подарил ему подарок. Потом, допустим, через месяц, через два пришел и обратно его забрал. При этом высказал, я забираю обратно свой подарок, который я тебе подарил. Все. Здесь говорит, что он, понятное дело, что забирание засчитывается. Все. Этот подарок обратно перешел во владение отца. Их сын лишился владения этого подарка. С этим пока понятно или нет? Почему? Потому что отец явно высказал, что он не просто рукой забрал, но явно высказал, что он забирает этот подарок себе обратно. Все. С этим разобрались. Теперь, если же отец пришел, забрал, но ничего не сказал. Но ничего не сказал. Что он делает? Почему он забирает подарок? Просто на временное пользование? Или для чего? По каким причинам? То в этом случае, если, говорит, у него есть намерение, намерение, то это считается за забирание. Если же мы не знаем, было у него намерение или не было, какое у него было намерение на это, то, говорит, в этом случае, если отец живой, нужно его спросить. Что ты имел в виду? Почему ты забрал этот подарок? Если он скажет, да, я на постоянной основе забрал этот подарок у тебя, то все. Этот подарок считается забранным. Забранным. Если же отец уже скончался, или невозможно его спросить, может быть, где-то в отдаленном месте и тому подобное, тогда этот подарок считается остающимся в обладении сына. То есть наследники не могут прийти и этот подарок забрать. Понятно или нет? И разделить как наследство между собой. Но он считается за обладение сына. Говорит, и последняя ситуация, если отец забрал, ничего не сказал, ничего не сказал, мы не можем выяснить его намерения, но есть косвенные доводы, которые указывают на то, что отец забрал действительно полноценным забиранием. Тогда более правильное мнение, что считается, что подарок забран. Считается, что подарок забран, так и наследники могут его забрать себе и делить его между собой в качестве наследства. Фаэда говорит примечание. Хады ибнукудама Федмугни искал ибнукудама в своей книге «Аль-Мугни». Если человек взял намерение, что он заберет этот подарок, но не сделал ничего, то есть действие не сделал и словом это не высказал, то это не считается за возвращение подарка. Подарок как был во владении сына, так и во владении сына остается в оджее малахидан. Здесь уже что? Единогласно у хадбалитов. Ляну избату льмельк аля малин манлюк льгэрии фа ламех суль бимудеррат амния касайваль ругут. Потому что это утверждение владения относительно чужого владения. Вот это вот утверждение владения не происходит просто намерением. Но на это нужно высказать слово или произвести дело, так же как в любых других договорах. То есть допустим уакф. Ты не можешь оставить что-либо уакф только намерением. Ты не можешь дать садаха только намерением. Ты не можешь дать подарок только намерением и тому подобное. Во всех этих договорах нужно либо слово, либо действие. А так просто намерением, что дело не производится. То же самое здесь. Отец не может забрать обратно свой подарок только намерением. Но должен произвести что-либо слово, либо действие. Говорит, если человек подвесит это под условие, скажет, когда придет начало месяца или конец месяца, считает, что этот подарок забрал, то этого также недостаточно. То есть даже если начало месяца придет, этого еще недостаточно. Человек должен реально прийти и на действие забрать. А просто то, что пришло условие, о котором человек говорил, это еще не означает забирание подарка. Далее, следующий вопрос. Следующий вопрос важный. Говорит, может ли родитель взять что-либо из имущества своего сына и перенести в свое владение? Здесь уже речь не о подарках. Не так, что отец берет и забирает свой подарок обратно. Нет. Просто отец приходит и забирает что-то из имущества сына. Разрешено такое или нет? Говорит Мазаб Ахмад у Асхаби Анна Лилуали, а не ахуза минмали у Аляди и Маша. Первое мнение в этом вопросе это мнение имама Ахмада, а также Ханбарита. То, что родитель может забрать из имущества своего сына сколько захочет. Говорит, при этом без разницы. Отец является нуждающимся или не нуждающимся. Сын является взрослым или маленьким. Говорит Бишарт, Но ставит условие, чтобы это не привело к сильной бедности сына и не принесло ему вреда. Сказали, и чтобы он не забирал такую вещь, в которой нуждается сын. И чтобы он не брал из имущества сына что-либо, а затем отдавал это кому-то постороннему. И в довод на свое это мнение они привели слова пророка, саллаллаху али 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 алик. Ты и твое имущество принадлежите твоему отцу. То есть, ты и твое имущество, все это принадлежит твоему отцу. Отец может забрать у тебя твое имущество. Отсюда получается из этого хадиса такое понимание. Говорит ли этот хадис является достоверным от пророка, саллаллаху али 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 али. Самое благое, или поесть не самое благое. Что вы кушаете, это то, что вы заработали своими собственными руками. А ваши дети из вашего заработка. То есть, можно прийти и у твоего ребенка забрать что-либо из имущества. И этот хадис также является достоверным. Что касается того, что отец не должен забирать из имущества сына то, что принесет вред сыну, или то, в чем нуждается сын, на это в довод они привели, потому что человек не должен такого забирать, хадис, ада, барара, валя, дыра. То есть нельзя наносить вред окружающим. А что касается того, почему нельзя у сына забирать что-либо, а потом передавать кому-то постороннему, привели в довод на это то, что человек не может предпочитать других людей над своим сыном в подарках. То тем более, говорит здесь, не может предпочитать других людей относительно имущества самого сына. И это мнение выбрал шейху-ли-ислам ибн-тайм, а также ибн-тайм. Второе мнение в этом вопросе, это мнение мамы Малика, шафии, абу-ханифы, то, что отец не может брать у своего сына что-либо из имущества без нужды. Но если берет, то должен брать только по нужде. Если действительно отец нуждается в деньгах, то может взять из имущества сына столько, сколько он нуждается, но не больше этого. А так просто без нужды прийти и забрать что-то из имущества сына не имея права. И предельцы второго мнения привели в довод хадис, запрещено брать имущество мусульманина, кроме как всего собственного взаимного удовольства. Правильное мнение в этом вопросе, иншаллах, то, что ребенок в своей основе владеет своим имуществом. И отец не может забрать что-либо из имущества своего сына, кроме как при нужде. И только столько, в чем он нуждается. Потому что, говорит, шариат установил отцу наследство от своего сына. Какое? Шестую часть. И это в какой ситуации, если сын скончается, останется отец. И говорит, отец при смерти сына больше нуждается в деньгах, чем тогда, когда сын живой. То есть сын может прийти, помочь своими руками и тому подобное своему отцу. А когда сын уже скончается, отец больше нуждается в деньгах своего сына, чем если бы сын был живой. И то, говорит, шариат оставил ему только сколько? Только шестую часть. Не дал ему разрешения приходить и все имущество своего сына забирать. Говорит, И это указывает на то, что отец не может забирать у своего сына больше, чем то, в чем он нуждается. Если же он забирает больше, на это должно быть довольство сына. А что касается тех доводов, которые были упомянуты при вербцовом первого мнения, то их необходимо понимать. То есть, отец может забирать из имущества сына столько, сколько в этом есть нужда. Говорит, Для того, чтобы собрать между разными доводами. Значит, правильное мнение в этом вопросе какое? То, что в своей основе, в своей основе, отец не может просто так прийти и без всякой причины забирать имущество своего сына. Но может это сделать, если действительно нуждается в этом. Если действительно нуждается в этом. И если это не наносит вреда сыну. И заходи с какого? Нельзя наносить вред окружающим. То есть, если, допустим, ребенок сам является бедным. Ребенок, не обязательно ребенок двух-трехлетний. И мы имеем в виду здесь уже взрослого человека. То есть, допустим, отец, у него есть сын, которому 30 лет, 40 лет, 20 лет. Тот зарабатывает, и у сына есть определенный заработок. Но сын нуждается в этом заработке. Покрывает этим заработком свои расходы, допустим, так минимальные. И сам является нуждающимся человеком. Может ли отец прийти и просто так забрать эти деньги у своего сына? Нет, не может. Но может только если действительно отец нуждается в этих деньгах. И если сын не нуждается в этих деньгах напрямую. Чтобы это не нанесло вред сыну. Тогда в этом случае отец может забрать что-то из имущества своего сына. Даже если сын на это недоволен. Следующий вопрос. Может ли сын требовать у своего отца свой же долг? То есть, в том смысле, что сын дал отцу в долг. Потом отец затягивает с этим долгом. Может ли сын требовать этот долг у отца? И говорит, ты мне должен. Отдай мне мои деньги. Я не может такого делать. Говорит Мазаб Ахмад у Зубейра ибн Баккара у Суфьяны ибн Алиена у Гайриев. Анну алей саляму муфалаба Абии бидейнин Али. Говорит, первое мнение в этом вопросе, это мнение имама Ахмада, а также у Зубейра ибн Баккара, а также у Суфьяны ибн Алиены, а также у других. То, что сын не может требовать у своего отца свой же собственный долг. Из-за прошлого хадиса, ты и твое имущество принадлежит отцу. И второе мнение в этом вопросе, это мнение имама Малика, а также шафия, а также абу Ханифы. Анна лавазалика, для одного Малика. То, что сын может такое делать, потому что это его имущество. У Вадейн Аль Саби, этот долг установлен, поэтому сын может требовать этот долг, так же, как если бы требовал его у не своего отца. Но приемцы первого мнения ответили на это и сказали То, что имущество является одним из двух прав. То есть у человека есть права, либо имущественные, либо телесные. Так же, как сын не может требовать кисаса, то есть если отец, допустим, ударил сына или нанес ему увечий, может ли сын идти в суд и говорит, я нанесу ему возмездную увечий, так, лишу его такой же конечности, как он меня лишил, не имеет права, так, абузабилля, нельзя такого делать. То же самое говорят относительно денег. То есть если отец забрал какие-то деньги у сына, допустим, в качестве долга, это уже денежные права. То есть сын не может требовать возмездия, за что за свои денежные права. Говорит, Говорит, и отец неравен другим посторонним людям, потому что у отца есть право на своего ребенка, у посторонних людей нет прав на этого человека. Правильно является мнение первое, что человек не имеет права требовать у своего отца свой же долг. Говорит, и то, что кажется правильным относительно этого вопроса, то, что здесь подразумевается предъявление и гляд, как бы жесткости требования долга. Отправляться в суд за этими долгами. Что же касается просто, что называется, вопроса и намека, так, что при этом присутствует ада, культура к отцу, уважение к отцу и тому подобное, то это, иншаллах, говорит, разрешено. Потому что сын может такое просить даже относительно имущества отца, не говоря уже о своем долге, который находится у отца. Значит, если сын дал долг отцу, а потом отец не отдает этот долг, может ли сын требовать этот долг обратно у своего отца? Мы говорим, требовать не может, потому что ребенок должен соблюдать. Приличие соблюдать права своего отца на себя самого. Не имеет права идти и в грубой форме, как у посторонних людей, требовать у своего отца своих денег, или тем более отправляться со своим отцом в суд, для того, чтобы через суд добывать, что называется, забирать свои деньги. Мэйджер, это является неразрешенным. Проявление неуважения к отцу, но мягким образом, с проявлением адаба, с проявлением культуры, с проявлением уважения, если ребенок намекнет или напрямую попросит обратно свой долг, то это, иншаллах, разрешено. Если при этом он не переходит границы. Почему? Потому что даже если бы сын не был ничего, точнее, отец не был ничего должен сыну, сын мог бы прийти и попросить денег у отца. Просто прийти и попросить, может или нет? Может. Тем более, говорит, может попросить свой долг обратно. Но это должно быть сделано с адабом. То есть без давления, без оказывания давления на отца, без заставления и тому подобное. То есть просто с адабом. Дальше. Файда говорит примечание. Талиб Накудама Хильмугни сказал Накудама в своей книге Альмугни. Говорит, если же сын скончался, если сын скончался, и этот долг перешел к наследникам сына, они не могут идти и требовать у этого отца, что это долг. Смотри. Сын отдал отцу в долг. Потом сын скончался. Так эти деньги, которые находятся в качестве долга сейчас у отца, к кому перешли? Перешли к наследникам умершего сына. Могут эти наследники сына прийти к отцу этого сына, то есть к отцу их наследника, наследодателя точнее, и требовать эти деньги? Нет, говорит, не может. Почему? Потому что сам сын при жизни не мог этого требовать. То есть в качестве именно жесткого требования. Тем более, говорит, наследники не имеют права на это. Говорит, если же скончался, наоборот, отец, тогда сын забирает свой долг из этого наследства. То есть сначала свой долг забирает, а потом остатки делят качество наследства на права, на своих правах. Говорит, потому что долг посредством смерти отца не уходит. То есть не аннулируется. Но он просто был отложен из-за того, что отец затягивал с чем? С выплаты долга. Значит, правильное мнение у нас вопрос какое? Потому что если сын дал в долг отцу, и отец затягивает с выплаты долга, может ли сын требовать обратного взврата долга? Мы говорим, требовать не может. Но с адабом, с уважением попросить или намекнуть, это разрешено. Так, теперь, если сын скончается, и так и не получил обратно долг от отца, могут ли наследники сына требовать у этого отца деньги свои? То есть долг их наследодателя? Нет, говорит, требовать тоже не могут. Но могут только что тоже с адабом попросить. Понятно или нет? Право отца, право великое. Не может просто так человек приходить, и у своего отца что-то требовать. Теперь, наоборот, если скончался отец, который был должником, может ли сын свой долг забрать из его наследства? Да, говорит, забирает свой долг из наследства, а потом уже остатки делят между остальными наследодателями, в том числе и сыном, по правилам наследства. Это, иншалла, ясно. Далее. Следующий вопрос. Может ли отец, до того, как заберет что-либо из имущества сына, управлять этим имуществом сына? То есть, допустим, прийти, например, и освободить раба своего сына. Или, допустим, продать автомобиль своего сына. Можно так делать или нет? Говорит, говорит, в своей книге, если отец произвел какие-то действия относительно имущества сына, до того, как забрал это имущество в свои руки, является недействительным, что данные распоряжения. Насу Али Ахмад, об этом заявил Имам Ахмад, и сказал, отец не может освобождать раба сына на свободу, пока не заберет этого раба в свои руки. То есть, Имам Ахмад какого мнения придерживается, мы говорили в этом вопросе, то, что человек, отец, родитель, может забирать имущество сына. Помните или нет? Использовали хадис, какой антава малюкалиабик, ты и твое имущество принадлежат твоему отцу. Так, поэтому Имам Ахмад говорит, пока отец не забрал этого раба в свои руки, не может его освобождать, или каким-то образом распоряжаться им. Говорит, отец не может за своего сына прощать долги кому-то. Кто-то должен сыну долг. Так, не может отец прийти и сказать, все, я тебе прощаю, иди, больше ты моему сыну ничего не должен. Нет, говорит, не имеет права такое делать. Почему? Потому что этот долг должен сыну, а это имущество сына, не имущество отца. Отец, пока его в свои руки не забрал, не может им распоряжаться. Также отец не может прийти и из имущества сына что-то кому-то подарить. Скажет, видишь этот автомобиль? Да, это автомобиль моего сына. Забирай его как подарок. Нет, говорит, такого делать не может. Даже не его имущество, имущество сына. Говорит, тоже не может его продавать. Не может прийти и сказать, вот этот участок земельный, это моего сына участок. На, я тебе продаю этот земельный участок по такой-то, по такой-то цене. Говорит, не разрешено. Это говорит, потому что имущество сына является полноценным его имуществом, то есть имуществом сына. И говорит, и разрешено распоряжаться этим имуществом только самому сыну. И какой довод на это? То, что сын имеет право совершать полуак со своими рабынями. Имеет право или нет? Имеет, а если бы эта рабыня не была его только лишь собственным владением, но была также во владении отца, как совместное имущество, то нельзя было бы сыну совершать полуак с этой рабыней. Камале Аджуз, вот Аль-Джария Муштарака, так же как нельзя совершать полуак с совместной рабыней. Это вот довод понятен или нет? Смотри, сейчас брат Ивну Кудаму какой хочет вопрос разъяснить. Ранее Ивну Кудама доказывал, что отец может прийти и забрать имущество сына, когда захочет. Потому что пророк Сагалава Басарума сказал, ты и твое имущество принадлежат твоему отцу. Мы с этим мнением согласились или нет изначально? Мы с этим мнением не согласились. Сказать, отец не может просто так приходить и любое имущество забирать. Но может забрать только при нужде и то, если это. Если в этом не нуждается в этом имуществе, не нуждается сын. Это было правильное мнение в этом вопросе. Так, теперь Ивну Кудама, исходя из хамбалистского масхаба, который говорит, что отец может в любой момент прийти и из имущества сына что угодно забрать. Теперь объясняю. Пока отец не пришел и в свое имущество что-то не забрал из имущества сына, он не может имуществом сына распоряжаться. То есть не может приходить что-то продавать из имущества сына, давить, освобождать раба, совершать полуак с рабыней сына. Ничего этого делать, говорит, не может. Почему? Потому что сын владеет своими имуществами, говорит, на 100% правах. Это только его имущество. А отец может завладеть этим имуществом только если придет и заберет его в свое владение. Тогда да, он, говорит, становится владельцем имущества. А так до того, как он забрал, не может имуществом сына распоряжаться. И какой довод на это Ивну Кудама привел? То, что если у сына есть рабыня, может ли сын совершать полуак с этой рабыней? Может, говорит. А если бы эта рабыня была совместным имуществом его и его отца, он бы не мог с ней совершать полуак. Почему? Потому что совместной рабыней нельзя совершать полуак. Допустим, если рабыня принадлежит двум людям, принадлежит двум людям, ныс-ныс, что называется, половина-половина. Может, могут ли, или может ли один из двух владельцев этой рабыни совершать с ней полуак или нет? Нет, не может. Потому что эта рабыня не полностью твоя. Ты не можешь с ней совершать полуак. Понятно или нет? То же самое говорит здесь. Это указывает на что? То есть факт того, что сын может совершать половак со своими рабынями, указывает на то, что отец не владеет этими рабынями. Но завладеет ими только в каком случае? Если заберет эту рабыню в свое владение, тогда говорит да. Тогда он может совершать половак, то есть отец уже может совершать половак с этой рабыней. И в этом случае уже сын не может с этой рабыней половак совершать. Почему? Потому что все оно вышло из его владения. Дальше говорит, много всего, что может сделать отец, это что сделать? Забрать это имущество в свои руки. Та же, как он может забрать у своего сына подарок, который когда-то ему подарил. А до того, как он заберет имущество сына в свои руки, он не может им распоряжаться. Потому что он распоряжается в данном случае чужим имуществом, без владения этим имуществом. Говорит воинканал ибну Сагиран, ламин сахайван. И это нельзя, даже если сын еще маленький. То есть у сына есть какое-то имущество. Хоть он еще маленький, 2 года, 3 года и так далее. Может ли отец прийти распоряжаться этим имуществом? Нет, говорит, не может. Даже если ребенок является маленьким. Потому что отец, как и пикун, имеет право распоряжаться имуществом маленького сына только в том случае, если это приносит пользу сыну. А здесь говорит, А здесь мы речь ведем о чем? О том, в чем нет пользы сына. Как, допустим, подарить что-то из его имущества, освободить раба сына, просить долг, который кто-то должен сыну и так далее. В этом, говорит, нет пользы сыну. Правильно или нет? В этом только вред. Уменьшение имущества сына. Поэтому, говорит, отец такими видами распоряжения не может распоряжаться за своего ребенка. Значит, что у нас получилось в нашем вопросе? Может ли отец или родитель распоряжаться имуществом ребенка, допустим, сына или дочери, до того, как заберет это имущество себе? Говорим, нет, не может. Но если он заберет имущество себе и станет владельцем этого имущества, только после этого он может распоряжаться им. Следующий вопрос. Галлиль-Абт аньята аджария того ладьи. Может ли отец совершать палават с рабыней своего сына? Галлиль-Накудамафель-Мухни, говорит Ибнакудамафель-Мухни, сказал имам Ахмад, ла ята аджария тал-ибр, илля аньяк биллаха, ямниятамаллакуга. Говорим, отец не может совершать палават с рабыней своего сына, кроме как, если заберет эту рабыню в свое владение, она станет его рабыней, то есть рабыней отца. И только после этого он может совершить с ней палават. Это брат превзловит, что сын не совершал с ней палават. Если сын уже успел совершить с ней палават, то все, отец не может совершать с этой рабыней палават, даже если заберет ее в свое владение. Почему? Потому что это приравнивается как к жене сына. Можешь ли ты жениться на жене своего сына? Не можешь. То же самое, что не можешь совершать палават с рабыней своего сына, с которой он уже совершал палават. Потому что это входит под такое хадайбу-абнайбу. То есть, хадаян ваших сыновей, то есть, как бы, женщины ваших сыновей. Вы не можете на них жениться, не можете совершать с ними балуак. Почему нельзя отцу совершать балуак с рабыней сына? Потому что, говорит, это не его рабыня, не его жена. А в шариате человек имеет право совершать балуак только с одной из двух категорий. Либо рабыня, либо жена. Говорит, если же отец заберет у своего сына эту рабыню, свое владение, то здесь даже он не может совершать с ней балуак, пока не сделает истебра. Что такое истебра? То есть, пока не подождет одну менструацию, то есть, один менструальный период. Почему? Потому что он стал новым владельцем этой рабыни. И, возможно, тот, который совершал с ней балуак до этого, возможно, она забеременела от него. Чтобы выяснить и убедиться в том, что она не забеременела, отец должен что сделать? Подождать один менструальный период и только после этого совершать с этой рабыней балуак. Позже болезти брат фиги, канадывай шарага. Поэтому, говорит, он обязан подождать вот этот вот один месячный период, так же, как если бы он купил эту рабыню на рынке. Уариканан ибнукат улаты ага. Почему он должен подождать один месячный период? Кто с ней совершал балуак? Поняли или нет? Вот этот вопрос. То есть, не сын с ней балуак совершал. А кто? Тот, у кого эту рабыню приобрел сын. То есть, сын, допустим, купил эту рабыню на рынке. Потом пришел отец, забрал эту рабыню до того, как сын совершил с ней балуак. Отец должен подождать один менструальный период и только потом совершать с этой рабыней балуак. Почему? Потому что, возможно, тот, который продал сыну эту рабыню, совершал с ней балуак. Соответственно, она может быть беременна от того. От того продавца первого. А если же сын, владея этой рабыней, уже совершал с ней балуак хотя бы один раз, то отец не может совершать с ней балуак ни в коем случае. В любом случае. Сделает он из тибра, не сделает он из тибра, подождет один менструальный период или нет, не может. Теперь, подводим, говорит итог, говорит Ирнухудану. Если отец все-таки совершил с ней балуак, с этой рабыней, до того, как приобрел ее в свое имущество. То есть, отец не пришел, не забрал эту рабыню у сына, а просто пришел к ней, совершил с ней балуак, тогда как она являлась рабыней сыном. Только это является запретом с двух сторон. Ахадуума, во-первых, аннууаты ага, табля милкиха. То есть, что он совершил с ней балуак, тогда как она не являлась его рабыней вообще. Он еще не забрал ее у своего сына. В сайли вторая сторона запрета. Он совершил с ней балуак до того, как подождал один менструальный период. А если сын успел уже с ней балуак совершить, и потом отец не совершил балуак, то в этом случае приходит запрет уже с третьей стороны. Говорит, потому что теперь она уже стала тем, как бы, женщиной его сына. А нельзя совершать с женщиной сына балуак. Говорит, если же все-таки отец такое сделает, то есть совершит половарку с рабыни своего сына, то нет над ним шариатского наказания. Почему? Потому что у отца есть сомнения в данном вопросе. Потому что пророк приписал имущество сына кому? К отцу. И сказал, ты и твое имущество принадлежите твоему отцу. Поэтому возможно у отца есть невежество и сомнения относительно этого. И он опираясь на этот хадис подумал, что эту рабыню может с ней совершать половарку. Потому что рабыня является владением сына, а все что является владением сына является владением отца. Исходя из этого хадиса. Если же эта рабыня родит вследствие половарка отца с ней, то она становится кем? Рабыней отца. Статуса умуль варит. А родившийся ребенок является свободным. Потому что этот ребенок родился вследствие половарка, за который нет шариатского наказания. Из-за сомнения. И при этом говорит сын не имеет права требовать у отца что-либо из платы за эту рабыню. То есть имеется ввиду, должен говорить отдай мне плату за рабыню и тому подобное. Я ее бесплатно не приобрел, ее на рынке купил за деньги и тому подобное. А ты теперь эту рабыню продать не могу. Потому что она забеременела от тебя или что родила от тебя. Говорит. Не можешь просить у отца ничего. Ни мага, ни цену за ребенка, ничего. Почему? Потому что это действие отца. У отца человек ничего не требует. Значит вот этот вопрос ясен или нет? Вопрос какой? Может ли отец совершать половарка с рабыней ребенка? Своего сына? Такое получилось правильное мнение в этом вопросе? Правильное мнение то, что не может совершать с ней половарка. Если сын, купив эту рабыню, уже совершил с ней половарка, то отец не может совершать с ней половарка в любом случае. Потому что это уже женщина его сына. Дальше. Если сын, купив рабыню, не успел совершить с ней половарка, и отец не забрал ее в свое владение, не имеет права также отец совершать с ней половарка. Почему? Потому что эта рабыня не является владением отца. А шариат разрешил совершать половарка только с двумя категориями женщин. Либо с женой, либо с рабыней. Эта женщина не является ему ни рабыней, ни с женой. Если же он забрал эту рабыню в свое владение, может ли он совершать с ней половарка? То есть отец говорит, может, но с каким условием? Что он должен подождать один менструальный период. Это с условием, что если сын не совершал половарка, если сын уже совершал с ней половарка, не может в любом случае. Мы говорим, если сын не совершал половарка, но совершал с ней половарка тот, который продал ее сыну. В этом случае отец должен подождать один менструальный период. Этот вопрос понятен. Далее. И последний вопрос на сегодня. Если человек подарил какой-либо подарок или дал что-либо в качестве садака, то есть хиба по-другому, в предсмертной болезни, является ли действительно этот подарок? Говорит Ибн Кудама единогласное мнение на то, что подарки, которые совершаются при смертной болезни, несут такие же постановления, как завещание. То, что эти подарки не должны превышать третье имущество. Говорит Ибн Кудама единогласное мнение на то, что подарки, предсмертные болезни, несут такие же постановления, как завещание. Это мнение мединцев, имеется ввиду мнение Мама Малика, а также и мнение Мама Шафия и Куфи. Мнение куфийское, то есть имеется ввиду мнение ханафитов. Так, значит, довод в этом вопрос какой? Хадис Амрада Ибн Хузейна, который приходит в Ибнаму Муслима, то, что человек при смертной болезни освободил шестерых своих рабов из рабства, и не было у него имущества никакого другого. После его смерти пророк, саллиллаху асаляму, обратно позвал этих шестерых рабов, разделил их по два по два, затем вынес жеребьевку, двоих освободил, а четверых обратно вернул во что в рабство. Почему? Потому что человек при смертной болезни не имеет права распоряжаться своими имуществами больше, чем на треть. Это касается не только завещания, но и других вопросов, в том числе подарков. Это, иншаллах, поняли. Остальные вопросы будем разбирать на следующих пороках, иншаллах. Субханахаллаху асаллик. Субханахаллаху асаллик. Субханахаллаху асаллик. Продолжение следует...